Друзья, с вами Виви и мы смотрим продолжение чемпионата мира. День третий, седьмая, восьмая, седьмая, извините, восьмая игра этого дня третьего, где будет играть команда Royal Never Give Up против Турции и команда Dragon X против Латинской Америки. У Турции статистика на данный момент 0-3, но у них вроде гипотетические шансы на выход из группы все еще сохраняются, если они выиграют две свои последние игры, в отличие от команды Chief. У этой команды сохраняются, если, конечно же, у них это получится. И они решают на своих игроков собирать каких чемпионов. Самиру вслепую забирают они, забанили Кайсу от Гали, забирают Брессу от Рокса, его любимого, ну и потому что это стабильный пик на топ-лейн команда Royal Never Give Up, а команда Турков забирает Маукая и тут же Самиру. Против этой Самиры появляется Сайлос и Тристана, смелый пик. На самом деле у Тристаны большие проблемы с Самирой, потому что Самира половину каста Тристана может задоджить. Ну, особенно учитывая, что чаще всего Тристана делает каст во время прыжка. Ты видишь, что она прыгает, нажимаешь свой щиток и дынаешь и урон с прыжка, и урон с автоатак последующих, и, конечно же, бомбочку, которая прилетает тебе на голову. Акали появляется от Котиков Истамбульских, убирают они Вай из игры, получают бан на Утилуса, убирают Поппи из игры, может быть, это Маукая саппорт будет, убирается Релл, правильно. На Утилус и Релл это лучшие саппорты для Самиры. Бородач это знал, и сейчас немножко недоволен он, что ему на Самире теперь придется играть без нормального саппорта, и поэтому они пекут Горена! Горен на топе! У-ху! Горена играли на чемпионатах, если вы думаете, что это первый Горен, как это было с командой Исурас, которые взяли Тимаря в предыдущей партии, то нет, Горен игрался на топе не так много, и даже Горен был на мидлейне от фейкера, по-моему, даже два раза, если я не ошибаюсь. Он играл Горена на мидлейне, но это была очень странная мета, по-моему, это был шестой сезон, и тогда Райты поломали игру Блэк Кливером, или это пятый сезон был? Пятый либо шестой сезон, они поломали игру Блэк Кливером, в межсезонье добавили предмет Блэк Кливер, который сейчас вы знаете как... ну, как Блэк Кливер, вы его так и знаете, но он там давал совершенно бешеные какие-то статы, и, по сути, все игроки играли вот таких вот непонятных чемпионов. И фейкер как раз-таки играл Горена, я очень хорошо это помню, потому что мы эту игру даже смотрели, возможно, где-то запись на ютубе у меня лежит. Он играл на Горене против Ривенки на мидлейне. Вот такая была дурацкая мета. А на топе там тоже, конечно же, Горена играли, но вот тогда он собрал статистику себе этих матчей, ну, штук там 30 отыграли, но это недолго держалась эта мета, потому что это было межсезонье, начало сезонов чемпионатов зацепило, и потом где-то в первых же патчах Блэк Кливер тут же занерфили. Во-первых, он перестал стакаться, то есть в чем была проблема, ребят, чтобы вы понимали. А, еще Горен на боте же был, да, я совсем забыл, Горен Юми еще была, да, Горен Юми, Юми Пушка где была, помните? Юми в Обилити Пауэр играл, и Горен ее таскал на своих плечах, тоже такое было. Да, так что Горен даже больше игр сыграл. Я только это запомнил, а сейчас вы мне напомнили, да? Еще Юми Пушка была. Че я говорил? А, почему Блэк Кливер был поломан? Во-первых, он давал больше статов, чем сейчас. Там ХП, КДР, пенетра накапливающиеся, и еще какая-то фигня была у него, не помню что. Но помимо этого, он еще стакался. Если два игрока в вашей команде имели Блэк Кливер, то они могли в ноль увести физическую броню оппонента. Просто в ноль. И вы бы начинали трудомагом их дамажить. Поэтому и старались все команды играть через 2-3 чемпиона, которые собирают Блэк Кливер. И можно было играть фулл АД, драфт, защититься армором нельзя было вообще никак. То есть, какую бы ты армор не собирал, ты все равно оставался без него. 2 Блэк Кливера, 3 Блэк Кливера и все, ГГВП. Там и Декерри собирали Блэк Кливеры, кто его только не собирал. Ладно, нажмем паузу, давайте оценим драфт в итоге. Так как я матчи не знаю, как закончится, я смотрел только первую игру вчера, потом пошел спать, так что я не знаю результат. Но я предполагаю, что Рояльтик сейчас раскатает, просто интересно. Атрокс на топе с Гореном, интересно. Вэй, Сиджуани и Вэй нужно Фердсблат сделать. Он, правда, против Форета на Маука, я надеюсь, хотя бы на этом Форет умеет играть. Серен взял себе Акали, но попал под Сайлоса. Ну, это как бы хорошая даже матча для Акали. И на бутлейне Сет вместе с Амирой против Маука и Тристаны. Ой, Маука, Амум и Тристаны. Мне не кажется драфт РНЖ хорошим. Я считаю, что он довольно слабый и в средней стадии игры даже проигрывает. В лейте может быть чуть-чуточку посильнее, но зная какой Горен в лейте сильный, мне даже страшно за РНЖ становится. Но, правда, они играть будут, как вы сами понимаете, против более слабого соперника. Так что, может, это ни на что не пойдет. Да, и МФ-ки еще тогда по КД собирали его и одной ультой весь армор снимали. Да-да-да-да-да, там была такая просто дисбалансная херня. Он, по-моему, 45% снимал армора. И так как они стакаются, я говорю, там, Горен в тебя заезжает с Ешкой и снимает тебе 45% армора. И в этот момент какая-нибудь МФ-ка дает ульту еще по тебе. Еще минус 45% армора. И они стакались неправильно. То есть это не так, что 45 и 45. Это от твоего числа снималось 45, а второй Блэк Ливер тоже снимал 45. Это того 90% армора. А если у кого-то третий был Блэк Ливер, тебе снимали 135. Ну, 135 снять нельзя, ты просто на нуле был. Потом райты это пофиксили, перестали они стакаться, а 45% армора начали правильно отчитываться. Именно если у тебя снято уже чуть-чуть армора, то вот с этого числа начало 45 сниматься. Люциан, да-да-да, тоже его собирал. Там вообще такая дикая вещь была. Дикие патчи. Мы сейчас ругаем иногда райтов, но вспоминая прошлое, понимаешь, что, наверное, сейчас даже баланс команды-то работает лучше. Да, сейчас от текущего армора снимается как раз-таки процент, все верно. И не 45, а сколько он? 28 вроде сейчас он снимает. Врывчика от Минга по фарфетчу. И тут отфлэшивается? Что? Врывчик от Жаоху и Серен теряет все здоровье на втором уровне. Он пропустил Жаоху дэмэдж, но, правда, выпил сейчас хилки. Едет под Дараном будет немножко восстанавливаться. Но выглядело это крайне обидно. Но, с другой стороны, а что вы хотели? Это разница в игроках. Мета-баннеров и на тачанку. Да, было и такое. Зизироты и баннеры офф-команд. Флэш-инициация, стяжечка не очень удачна. Появляется Вэй за ферзблатом! Вэй! 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 Он делает ферзблат, он ассист получит. Он получит ассист, он получит ассист. Да, он получает ассист. И это ферзблат опять за Вэй, ребят. Четыре игры, четыре ферзблата. Два лично он сделал и два он ассиста. Но, я так понимаю, это будет засчитываться, иначе рай это идиоты. Если они в статистике ввели только ферзблаты. Потому что ферзблат кинг, это имеется в виду, что человек выходит, делает ганг. И он участвует в ферзблате. Четыре из четырех. Я просто еще доволен так, потому что это реально в статистике пикзем показатели, которые, ну, пальцем в небо ты должен угадать игрока. Ребят, просто задумайтесь. У нас 24 команды на чемпионате. В каждой команде по 5 игроков. Это 120 игроков, плюс еще замены гипотетические. Там 125 давайте сделаем гипотетические, если замены рассматривать. И тебе надо угадать, какой игрок будет делать больше всех ферзблатов в матчах. Не команда, с командой было бы попроще. А именно игрок конкретный. Вы, Райты, ну... Че там по лотереям? Может, лотереей пойдем лучше поиграем? Просто номера. Спорт лото. Я ставлю на цифру 11. Барабанные палочки! Баба-ягодка от 5! 35! Или там 45 было Баба-ягодка от 5. По-моему, 45 было Баба-ягодка от 5. 35 не помню, что за число было. У каждого числа, кстати, есть наименование, кто не в курсе. Такие дела, ребят. Но... И вот этот показатель, получается, мы с вами сейчас выигрываем, потому что... Уже 4 ферзблада сделаны. Никто даже близко с ним не стоит в этих показателях. Все остальные команды, ну, максимум 2 сделали. И то, это просто команда сделала 2 ферзблада, а может быть, там игрок даже не участвовал. Ну, вроде у японцев, если я не ошибаюсь, стил в 2 ферзбладах участвовал. А сегодня я не посмотрел, кто делал ФБ. В первых трех играх он только в двух участвовал, стил как раз лесник. Ну, понятное дело, что можно там начинать отрезать, догадываясь, что Вэй здесь оставался на ловушке. Ферфетч, инициация. Он там телепортаться идет, Жао Ху. Вэй пытается убить, у них это получается. Жао Ху сюда приходит, дает замедление по Ферфетчу. Цепляется за него, убивает. Но дальше уже нет смысла бежать. Килл в килл образовалась ситуация. 2-1. Турки отыграли, конечно, один килл, но тут же пропустили. А тем временем Старскрин на топе от Бресса страдает. Горен почему-то проигрывает Атроксу. Я думаю, генерал Хэс сейчас бы осуждал. Ну да, я говорю, там, конечно, надо дальше отрезать. Отрезать до того, что у нас будет, скорее всего, участвовать в ферзбладе лесник. Ну, чаще всего это будет лесник. Следовательно, это уже не 125, а уже 25 остается. Вроде как, да? Потому что 24 команды и одна замена, допустим. Значит, уже среди 25 надо искать всего лишь. Но дальше надо отгадать, какая команда будет сильнейшая. Ну и здесь у нас остается тоже всего 5 команд. И вот среди этих 5 уже идешь гадаешь. Но в этот же момент я вам напомню другой чемпионат. Только не помню, кто это делал. Это то ли Дамвоновский топлейнер на Гури делал. То ли это был Кин из команды Африка Фрикс. Другой чемпионат мира. По итогу того чемпионата мира количество ферзбладов было у него 12 из 16 матчей. Он ферзблад делал на топе, в одиночку, без ганга даже. Ну там, ладно, пару раз, наверное, загангали его. И вот тут появляется вот такая фигня. О, то есть получается и топлейнеры могут уже делать. Значит, уже 50 игроков надо учитывать. Еще была мета на мет АП Варус и Кагмава. Да, был АП Варус, АП Кагмав, Израиль. АП Израиль Лес был недолго. Пока я это все рассказывал, Вэй прикрывает. Тут Старскрин попытался выиграть битву против Бресса. Но мне показали эту битву полностью. Ну или я ее полностью не посмотрел. Бресс потерял много здоровья. Но он не хочет терять весь этот фарм. Поэтому попросил Вэй прийти на помощь. Что тут не только он прибежал, но и Минг прибежал. Серин, который сюда добегал, был слишком позден. Ну а Старскрин почти выиграл эту битву. Но чуть-чуть не хватило. И в итоге он проигрывает очень много по фарму. Потому что первые уровни он проигрывал. Его не пускали. Минус 15 по фарму. Бресс сейчас вернется с хорошими предметами. Мог купить нинжатапки. Кстати, Бресс спокойно. У него денег хватало. И Старскрин никогда в жизни бы его не убил. Старскрину хватило денег только на Берсс. Серки. Он отстает от него почти на 400 золота. Ну да. Ну и Форета здесь гонят. Маукай у нас с одним киллом. В этой игре я вижу вот Старскрин. Все еще играет плохо, да. Кто не знает. Матчап Горен от Рокс. Это типа матчап, где генерал может предложить на Гури на деньги сыграть. И он его победит. То есть генерал победит на Гури. Если они на деньги сыграют этот матчап. Это я и не шучу. Это очень легкий матчап для Горена. А Трокс вообще никак его победить не может. Но здесь Бресс смог. То есть насколько же слабо тогда играет у нас получается Мистер Старскрин. Но что касается Форета. Мы отмечали, что он плохо играет в лесу. Но вот именно на Маукай мы пока не видим эту слабость. Ну, наверное, просто потому что на Маукай это сложно сыграть плохо. Были еще времена Метафиз и Эко на топ. Да, Танк Эко, Танкфиз на топе. Танк Нидали на топе. Ну, правда, недолго, но была Танк Нидали на топе. Но это скорее был абуз просто Нидали. Потому что Нидали тогда была слишком сильной. И она могла играться на любой позиции. Она игралась и на Мидлейне, и в лесу. И иногда даже на роли Саппорта и на топе. Просто на топе играли ее через Танк Билд. Где она пользовалась пассивками своими. На Мидлейне она игралась Full Ability Power через Копье. В лесу она игралась, ну, как стандартно. Full Ability Power. Ассасин. Ну и, соответственно, на роли Саппорта хороший хиллер. Потому что у нее же хилл есть, кто не в курсе. И разбрасывание кучи ловушек по карте. Копье почти не максилось там. Это все, кстати, в одном патче было. В какой-то момент просто все вспомнили о Нидали. И начали за нее играть. У нас здесь Олен по Жауху. Жауху выживает за счет Акалисовской ульты. Потому что смог отпрыгнуть два раза. И за ним даже там побежал Сапплинг, но не догнал. Алистар Тринити Форс на топе. Это, кстати, всего было, наверное, два патча. Когда это открылось, кто не знает, Алистар на топе играл с Тринити Форс и с ДФГ. И там два варианта было. Тринити Форс, полутанк такой, брузерский билд Алистара. Либо ДФГ. И он там побеждал. Более того, именно этот матчап Алистар и Нуну притащил Цианиду. Не, подожди, не Цианид. Викиду. Викиду притащил его на All-Stars ивент. Это был, по-моему, 2014 год. И, как оказалось, был баг в игре. Уже четыре года был баг в игре. Просто никто его не знал. Пока на просцене его не показали. Что у Алистара шин прок происходил сразу. Когда он нажимает W в противника. По какой-то причине шин сразу срабатывает. То есть вы через W делаете All-In. А она считается как автоатака. Ну, почему-то игрой. И если у тебя был ДФГ с Лич Бэйном. Ты мог делать All-In в противника. Пока ты летишь, нажимаешь на него ДФГ и дальше прок шина. А так как Алистар играл там Full Ability Power. Он наносил чуть ли не полторы тысячи урода разом. И увернуться от этого невозможно. Потому что это Point Click залет в тебя. С очень большим дэмэджем. Ну и дальше просто автоатаками он тебя добивал. За счет своей пассивки. За счет ульты. Тогда ульта по-другому у Алистара работала. Она вокруг наносила урон магический. Как у Рамуса сейчас. Что-то на это больше похоже было. У Алистара ульта. Вокруг урон наносила. Но потом это сразу же пофиксили. Как только увидели этот баг. Но за это время успел сыграться. Просто люди, да. Люди начали искать как законтрить. Надо же по порядку все рассказывать. Люди начали искать как законтрить этого Алистара на топе. И нашли другого чемпиона с багом. А именно Нуну. Я не помню в чем суть была Нуну. Старого Нуну. Не нового. Который шары катает. Там старый Нуну был. Почему он игрался на топе. Просто он харасил вроде Ешкой. А почему Алистар не мог его заулынить. Я не помню. Может быть потому что как раз. Ну недостаточно хп оставалось. Из-за этой гребаной Ешки. А если ты не добиваешь. То Нуну с малого количества здоровья. Восстанавливал себе здоровье. И у нас была такая мета. Пару патчей. На топе стоит Нуну против Алистара. Просто что. Как они там оба очутились. Но это потому что баг Алистара привел к тому. Что людям пришлось искать как контрить этот дисбаланс. Гребаный. Но именно это я говорю. Тогда был All Stars Event. В 2014 году. Как это обычно. All Stars Event. После чемпионата мира проводится. Или перед чемпионатом мира. Тогда он как раз проводился. Вроде перед чемпионатом мира. В том году он проводился. И в голосовании выиграло два игрока в Европе. У них одинаковое количество голосов было. По 40% люди за них проголосовали. Один был Викет. А второй. Как второго звали в чате. Кто мне напомнит. Один был Викет. Он до сих пор стримит кстати. А второго не помню как звали. Француз второй был. Француз. Первый Викет. Это швед вроде он. А второй Француз. Чуть не помню как его звали. Ну и хрен с ним. И райты европейские решили. Давайте. Ну не будем решать. Что 1% там пол процента. Или 1% голоса решит что-то. А давайте вы просто сыграете друг с другом. И кто из вас победит в All Stars. В вашем ивенте. Тот соответственно и поедет на All Stars ивент. Настоящая инициация идет от Омома. Трестан зарабатывает убийство. У него появляются прыжки. Можно прыгать за серионом. Что она и делает. Как только тот выходит из темноты. И все. Дайрус. Не, не. Дайрус это американец. Дайрус это другой. Он не француз. Блин. Я забыл как звали его. Одного Викет звали. А второй. Ну и ладно. Не суть важна. Суть в том, что во время этого ивента был установлен первый рекорд. Твича. Кстати говоря. Первый рекорд Твича. Для индивидуального стримера. По количеству зрителей. Рекорд был незначительный. Всего лишь 350 тысяч человек. Или 320. Что-то такое. Но незначительный в нынешних реалиях. Тогда это было просто что-то неимоверное. 350 тысяч, когда такие цифры собирали только чемпионаты с нереальной рекламой по всем. С рехостами, с рестримами и так далее. А тут 350 тысяч людей пришло посмотреть, как играет два европейца на топе. И причем они играют матчап Нуну Валистара. Просто что? Почему вы играете Нуну Валистара? А потому что. Потому что. В итоге там была победа 3-2, если я правильно помню. За как раз таки Викедом. И он поехал на тот All Stars ивент. За Фанатик. Да, да. За Фанатик играл француз. Я его лицо помню, а вот имя не помню. А Викед был из команды SK Gaming. Если я правильно помню, что он из СКшников был. Ну, это был вот первый рекорд. Потом рекорд перебил какой-то обычный стример. Потом перебил рекорд Doter. Но многие обвинили Doter в ботоводстве. А потом пришел Taler1 и перебил все эти рекорды, показав 800 тысяч показателей. 800 тысяч, ребят. Taler1 вернулся, кто не помнит, там в седьмом сезоне. Suas! Suas! Спасибо, наконец-то. Suas, да. Так, у нас здесь All In. Последний от команды Турции. Потому что они проиграют 3-4 тысячи. Они хотят, конечно же, попытаться выиграть. Злобная музыка у нас играет. Потому что им не выиграть. All In. А там ему шикарнейший. Брэса. Выкидывают из этого сражения. Фарфетч. Но урона не хватает. Тристана чувствует себя прекрасно. Сайлос дальше залетает. Зарабатывает убийство. Серин не знает вообще, что ему делать. Пытается как-то за жауху побегать еще. Но это ничегошеньки не дает. Уровень игры китайцев намного выше, чем уровень игры турецкой команды. Спокойненько они ломают эту вышку. В этом году, как вы знаете, у Турции нет представителей Кореи. Команда, которая попала сюда. Подождите. Галя. Не, Галя справляется. Откидывает Серин и убивает его автоатакой в конце. Но он успел перед этим немножко еще нервов потрепать команде. Но недостаточно. В 8-3 они, по-моему, вообще без потерь прошли это сражение. Или все же они ОМОМу потеряли. Так вот, хотел сказать, что у Турции приехал на чемпионат мира коллектив, в котором только турецкие игроки. Хотя у них очень много корейцев есть в чемпионате. Почти у каждой команды по два корейца. Вот у команды истамбульских Wildcats нет ни одного корейца. Может быть, это и становится таким результатом на международной сцене. Но зато в своем чемпионате они одержали победу. Заслуженно, все честно. Никаких проблем. Старскрина убивает его же, собственно, ультой сейчас. Пум! Жауху убил его. Правда, дальше он что-то потерялся. Его 4 игрока встречают и убивает в ответ. Шатдаун снимает с него Маукай. Цепляется за Атрокса. Притяжечка идет по Атроксу. Еще Атрокса можно убить. Но оставьте хоть один килл Холли Фениксу. Разгоняется. Он и опять Маукай забирает килл. Так, Фред худший. Худший лесник. Худший лесник. Худший. Что? Лесник. Я официально это заявляю. Он 2 килла мог спокойно не забирать. Вообще не надо ничего делать. Там Сайлос никак не выживет. Никак не выживет Атрокс. Что ты делаешь? У нас там звуки какие-то издаются. Просто им нужно спасать, так сказать, ситуацию. Вот смотрите. Он мог не убивать здесь жалху. Цепанул, откинул, пошел за Брессом. Что ты там кидаешь свои заклинания? Цепанул. Подкинул, пошел за Брессом. Цепанул, откинул. Дал одну автоатаку. Все. Не лезем. Ну вот зачем он эту кушку дал? Тут и Серин, и и Холли Феникс. Да. Элиза первая была сыграна на роли саппорта. Да, там люди пишут. А дальше Элизу играли на топе. Тоже использовали ее статы. Она в лесу вообще даже не закрепилась. Она где-то месяца только 3 спустя ее появление начала играться в лесу. А так вначале ее играли на роли саппорта. Из-за ее контроля на 2,5 секунды стан. Кто не в курсе, у нее начальный был стан. 2,5 секунды. Там за левел, понятное дело, он поднимался было. Секунда 25 начала и 2,5, когда максимальный уровень. В.А. ловит, протягивает. Он пытается убежать, но его фарфетч выкидывает. И понимает, что он какую-то херню сделал. Надо убегать. А теперь уже и не убежать его. Убивает Амума. Опять Амума по 4 игрокам ульту. Маукай дает дисенгейдж ульту. Врыв идет Акалисовский от Жауху. И пытается Холли Феникс пострелять. Но Атрокс ему все это дело отменяет. И команда Royal Never Give Up добивает оставшихся. Как же классно играет на Маукайе Минк. А мне тут кто-то говорил, что Минк не умеет играть на инициаторах. У него с этим проблема. Ну, типа, стала проблема. Раньше-то у него не было с этим проблем. Минк-то уже играет с 2014 года. Он как фейкер. Старичок уже такой. И я помню его еще Алистара, типа, Мейна. Я помню его еще Алистар Мейнером. В свое время, когда он играл. Такие дела. Мне там подсказывают, ребят, что рекорд был всего лишь 130 тысяч. Серьезно? Только 130? Мне запомнилось 330. Ребят, это в 2013 год был. Нам скинули там данные. Был 2013 год. 2013 год. А не 2014. С УАЗ с Викидом. И было 130 тысяч всего лишь зрителей. Это был рекорд. А я думал 330. И у меня реально вот отложилось как-то. За 300 зашло. Это ж какой... Сейчас одна амарантка, если сиську свою покажет, больше заработает зрителей. Да... Да-а-а! Рекорд, конечно, такой-се. Рекордик такой-се. Говнижный. Говнижный рекорд. 130 тысяч, оказывается. Там еще поправка, ребята, от меня будет. С УАЗ победил 3-2. А не Викид победил 3-2. Ну, кто победил, я не был уверен. Я просто говорил, что кто с кем играл. А победа просто Викид. Я сказал, потому что мне сказали, что он победил. Ну, СУАЗ победил. Не страшно. Кстати, записи, я точно уверен, на Ютубе где-нибудь вы сможете найти их. Противостояние. Там, где... Ну-ну. Там была, по-моему, Кассиопея. Ну-ну. Алистар. И еще какой-то чемпион там пытался появиться. Сто тридцать тысяч. Ну, можете посмотреть, кстати, сколько Талер. Раз там кто-то решил проверять мои слова. Раз кто-то решил проверять мои слова. То посмотрите, сколько Талерван. Мне казалось, он восемьсот тысяч притащил. Восемьсот тысяч на трансляции притащил. Когда он вернулся. У Талера было стрим-возвращение. Из пермаментного бана в Лиге Легенд. Я уж не знаю, как он так пропиарился. Не стримя ничего. А потом вдруг, запустив стрим, огромное количество людей пошло его смотреть. И стрим-возвращение смотрело очень много людей. Он установил рекорд. Потом этот рекорд сам же перебил. Рекорд у бразильца же все равно. Не, ну сейчас-то да. Сейчас мы имеем в виду, ну, как это история шла. История. В один момент рекорд был у дотера русского. Ну, или это украинец был, я не помню. И многие его обвиняли в том, что он использовал ботовотов. Мол, это боты и так далее. Но подтверждения не было никакого. И Твич официальный рекорд зафиксировал. Подтверждения не было никакого. Просто людям не нравилось, что вдруг неожиданно какой-то дотер русскоговорящий. То есть даже не англоговорящий, понимаете. Или там испаноговорящий, а русскоговорящий. Вдруг взял и установил рекорд в 300 тысяч. Там с чем-то. А сейчас да. Сейчас там 300 с чем-то миллиона. 300 с чем-то миллиона у какого-то испанца. В джазчаттинге. Он даже ничего не играл. Он просто сидел. И, так сказать, смотрел на амарантку. 382 тысячи. О, нашли. Спасибо. 382 тысячи пришел Тайлер Ван. Тайлер Ван. Январь 2018 года. 382 тысячи. Вот. Не 800. Видите, цифры у меня в голове, они выше казались. Но они выше кажутся, потому что сейчас кажется это число. 382 тысячи. Реально, какой-нибудь стример там жопу свою покажет или будет рассказывать, что у него там кто-то умер или кто-то кого-то обидел. Какую-то драму будет рассказывать. Он столько же зрителей соберет из популярных. Вот Тайлер расстанется с этой, с Макалаей своей и будет рассказывать, как она его заябывала стропоном в жопу каждый день. И поэтому он решил с ней расстаться, потому что жопа уже болит. Поверьте, его будет смотреть 5 миллионов человек. Я не шучу. Я на полном серьезе это говорю, ребят. Если он расстанется с ней, это пропиарится везде в интернете. А потом он будет рассказывать какую-нибудь херню. Какую-нибудь самую ебанутую херню причиной расставания. А-ля драма. Где, ну, люди разделятся на два лагеря. Первый лагерь. Бля, ну в жопу-то можно. Нормально. Тайлер, ну что ты расстроился-то? У меня бы такую женщину. Я бы, ого-го-го. Вот. А другой бы сказал, правильно, мужик, правильно. Таких надо гнать их. Этих. Разврат. Вот. И там сразу 5 миллионов зрителей будет. Просто все будут сидеть и такие. А-а-а, какой бедный Тайлер такие. Второй. Нет. Какая вам к черту разница, кто с кем расстался? Вам не по? Не вы с ним встречались и не с ней? Какая к черту разница? Вот такие дела, ребят. Но это людям нужно. Им нужно увидеть кринж-шоу. Им нужно увидеть вот это вот цирк уродов. Это будет вести их к успеху. Полято дело, что там из этого, из этих трех миллионов даже, наверное, у этого испанца. Часть была накручена первая. Ты просто не шаришь в культуре шиперов. Я даже не знаю, кто такие шиперы. Чтобы в их культуру шарить, надо хотя бы для начала узнать, кто это. Кто такие шиперы, ребят, подскажите. 14-7 у нас счет. Надо поперемотать немножко, а то я тут засел с вами. Дракона забирает команда РНЖ. Итого у них становится 4 дракона. Турция даже не старается больше. Они смирились с поражением. Просто ходят и наблюдают. Шиперы. Это те, кто кладут шипер. Возможно. Все, финальное ол ин. Вэй дает ульту. Минк залетает. Дает свою ульту не самую лучшую в этот раз. Но где у нас мистер Горен? Непонятно. Контр-энгейдж от Фарфетча. Очень много урона. Акали зарабатывает первый килл. Акали зарабатывает второй килл. Пытается Акали убить Вэй. У него это получается. Трипл килл для Акали. Но Хули Феникса там. Хули Феникса убили. А где был Горен? Где команда, мать твою? Почему у нас Горен генерал ХС, ребят? Я не понимаю. Не, я официально его предстоит тоже худшим игроком. Серен, блин, старался из-за всех сил. Серен почти выиграл эту битву. Ого! Два мидлайни осталось. И Серен побеждает. Ну все. Турция победила, ребят. Китайцы. Все. Все. Заканчиваем. Дальше не смотрим. Помните, как шутка в КВ не было? Блины на позитиве должны заканчиваться. Но ведь будет следующее сражение. Ничего не было, ребят. Следующее сражение не было. Турция победила. Все. Турция выиграла эту битву. Дальше. Я вижу, вот время там 4 минуты осталось. Дальше ничего не было. Ну здесь плохая инициация от команды Royal Never Give Up. Была отвратительнейшая, если так задуматься. Они весь улын сделали в Маукае. При этом сами залезли все в его ульту. И выбраться оттуда уже не смогли. Вот сейчас будет, смотрите. Вот они врыв делают. Маукаевская ульта ответная. И дальше шикарный врыв Акали. Плюс Ферфетча, который тру дамагом половину лица всей команде снес. И эта половина потерянная. Дальше, видите, Серин начал дамажить и победил. Да. Такие дела. Ну а Старскрит только сейчас подбежал. Ну а здесь ульта, да, Горен зарешала? Нам еще раз этот повтор показывает. Это не я перематываю, это Риуд. Это криво перемотали. Красивый сайдстеп. Серин попадает. Ешка делает all in. Прячется в куст и Старскрин дал ульту. Ну и все. Они Нашора забирают. Феррета хватает. Он дает десенгетч ульту, но никуда не уходит. И матч на этом заканчивается. С Нашором идут поверху. Ломает первую вышку. Ломает вторую вышку. Заходит на хайграунд. И начинает ломать уже базу. О, имеется ввиду вышку ингибиторскую. Не, просто решили еще один ингибитор сломать. И решает улететь. А зачем? Мы только что проиграли им битву. Зачем им давать шанс на еще одну битву на своей базе? Когда мы можем спокойно улететь. Спокойно вернуться. С Нашор бафом пойти пушить последний ингибитор. Вот теперь давайте воевать, говорят они. Даже если вы сейчас нас выиграете в эйс. И мы никого не убьем. Вы с базы даже выйти не сможете. Маукай ульту ворует Жауху. Выдает ее. Ни хрена она дамажит. Понимаю. Понимаю. Ну и вот да. Здесь уже врыв отличный. Здесь уже даже Серин добраться ни до кого не смог. Убежал за несколько километров. Но это ему ничего не дало. Шиперы это фанаты кораблей. От слова шип. Да. Смотрю там в чате тоже. Разделилось мнение по поводу того, кто такие шиперы. Потому что никто не знает. Ну что ж. РНЖ надержали победу. Они все еще отстают на одну очку от команды DragonX. Они все еще молятся о том, чтобы DragonX хоть где-то потеряли свои очки. А DragonX спокойненько играет с командой 0-3. Исорус Гейминг. Где играет два бывших игрока чемпионата Кореи. А именно Джели и АДД. Они их знают очень хорошо. Потому что у некоторых из этих игроков... Ну Берил и Дефт уж точно играли против АДД и Джели. Вот насчет песика Кингена и Зеки. Только если в каких-то академических матчах они играли с ними. Показывают Тимаря Исорусы. Но больше его брать, наверное, не будут. Забирает Офелия, Маукая, Азира. Получили в лицо Сиджуани. Йоне! И как раз таки Мисс Форчун для Дефта. Баны. ЛБ была забанена. Хорошо. Мне нравится, что Драгон Иксы регулярно банят Лебланк. Им плевать, кто там играет. У них просто есть свои баны. Против Сейп просто нет смысла банить ЛБ. Он ее даже не играет, насколько я понял. Он Акали только играет. Хотя они сами Акали сейчас забанили. Потому что Зеку Акали испугались. А на фирспике брать Акали не захотели. А! Возможно здесь... Нет. Подожди, первый бан был у них. Они забанили Акали, а эти забанили ЛБ. Да. Я просто пытался подумать, может быть, они забанили ЛБ Драгон Иксы. А тогда Иссоруса забанили Акали. Ну, типа, подумали, что Зека возьмет Акали. ЛБ против Акали хороша. Но нет. О, Вега появился! Все, Вега сейчас всех выиграет. Опять Амуму и Сайлос. Ну, учитывая два последних дня, в первый день не так много было Амуму. Два последних дня, самые популярные чемпионы этого чемпионата будут Маукай и Амуму. Потому что их никто не банит, ребят. Все готовы против них играть. Но как играть, пока никто не придумал. Потому что Амуму почти все матчи выигрывает. А Маукай 50 на 50. Но он зато стабильный лесник. Амуму реально почти все матчи выигрывает. Шип или кто-то, кто принимает участие в шиппинге какого-то, либо пейринга. Так, я так понимаю, описание писал человек с трудным пониманием интеллекта, да? Ну, это описание с Википедией. Потому что, кто не знает, нельзя говорить. Если спрашивается, что это слово означает, нельзя этим же словом описывать, что оно означает. Понимаете, ребят? Это называется тавтология. Нельзя ее использовать при описании. А здесь они используют при описании, что такое шипперы. Слово шиппинг. Блин, так в этом и суть, что мы и не знаем, что это за слово. Что такое шиппинг тогда? Ну, это типа общеизвестный термин, что ты плывешь на определенном шипе, корабле. Если переводить дословно с английского. Очень полезно. Ну, хотя бы мы знаем, что это от слова шип. Что мы все в одной лодке, типа. Я понял. Идея заключается в том, что мы все в одной лодке. Мы все в одной теме. Ну, если по-русски говорить. Прощай, Грел. Его заинвейдили. Ему почему-то команда решила не пулить лес. В итоге его заинвейдили. Он попытался с флэша забрать смайтом красный баф у песика. Но в итоге не получилось. В итоге его теперь убивают. И он стартует лес со статистики 0-1-0. Но с нулем фарма. Интересно, что будет делать теперь дальше песик. Будет ли он заходить в синий лес еще противника. Пока он просто забрал у него рапторов. И нет. Он просто отправляет. Оставил он все же в покое. Решил не издеваться, как это сделал бы Каньон. Над бедным Иссуросом Грелом. Каньон бы просто сейчас побежал в его синий лес. Он второй уровень. И все. И все как бы. И ты не можешь забрать. А как ты заберешь? У тебя нет флэша? Там красный баф в Сиджуане. Второй уровень. Со смайтом. У тебя тоже смайт. Но толку от этого. Ты только восстановить здоровье сможешь. Потому что там Сиджуане на голову будет сильнее. Песик. Пытался зайти в спину. Его увидели. Но краба. Он либо в спину зайти хотел. Либо краба забрать. И с КТ не участвуют. Участвуют. Но они уже в финальной стадии турнира. Поэтому. В плейне мы их не увидим. Ну а так видите. Вьего даже вернулся неплохо в игру. У него 16 фарма на 16 Сиджуане. Сиджуане вынуждены сейчас идти фармить Синий лес. А должен конечно же Грел понять был, что не надо гангать Зеку. Но он решил загангать его. Прописывает стана. Алистар тоже прописывает стана. Грел танкует. Грел танкует. Грел танкует. Грел танкует. Все. Ну а урона нет. Не знаю зачем они попытались убить Зеку. У него есть флэш. И вы его не убьете здесь. А Грел таким образом потерял возможность у Сиджуане украсть лес. Более того он попытался украсть рапторов. И рапторы дали ему мзды. А он мзды уберет. Как видите. Да. Не. Ну это какая-то катастрофа. Катастрофа. Но худшим медлайнером я говорил, что я считаю у Иссоросов худшего медлайнера Сэя. Он вообще играть не умеет. Ну относительно всех этих команд. Каждого из нас в чате наверняка победит ребят. Хотя может быть тебя конкретно не победит в чате. Но думаю каждого сможет. Остального. Маукай на топе у нас тем временем против Сайлоса Кингена. Забавно, что они решили закидать Йона, а не наоборот. Мне кажется Йона лучше себя чувствует против Маукая. А Азир против Сайлоса не страдает прям так сильно. Но они решили почему-то Йона отправить на ту позицию. Ну то есть наоборот Сайлос не страдает от Азира так сильно. И в итоге теперь у нас равная линия команды Драгон Икс. Мисс Фортуна чуть-чуть проигрывает. Странно. У Деф-то вроде не должно быть здесь проблем. Джелли выпрыгивает. Не попадает. О, как красиво цепляет Гавота. Гавота с флэша. Песик его зацепляет. Прописывает стан. Там Клинс нажимается. Но очень поздно. И Гавота погибает. А там Мумо. Приходит сюда Грел. У него нет ничего. Джелли ловит. Еще один стан. Мисс Фортуни зарабатывает килл. Можно еще один килл организовать. Но Амумо испугался. На самом деле можно было. Много крипов они решили. Все же крипов поважнее будет попушить сейчас. Нежели Грелла пытаться добивать. Просто комбинация Амумо и Сиджуани. Сами понимаете. Могла сейчас привезти очень много денег. Деф-то еще один килл бы пригодился. А с другой стороны. Видите. Они на дракона пошли. Тоже плюс. Дракона заберут. Дракона не забрали. Их прогнали. А вот ошибка. Надо было тавердавить. С потерей Амумо. И все. У Берила был флэш. У него была кушка. Он мог спокойно флэшнуться. Дать кушку по Греллу. Это было бы сразу две пассивки Сиджуани. Потом бы Сиджуани дала свою последнюю пассивку. Стан. И дальше Мисс Фортуна бы добила. Амумо скорее всего бы умер под вышкой. Я это не отрицаю. Он бы скорее всего умер. Но какая разница умер бы он под вышкой или нет. Если вы делаете для Мисс Фортуны просто невероятный буст. А так буст такой себе. Буст для Амумо получился только. Еще и дракон для команды Иссорос. Кенгену просто захотел за Сайлоса побегать. В этой игре можно что угодно пикать. Ну да. Возможно и так. Тут чистое понимание игры решает. Но им тоже не стоит расслабляться. И РНЖ-то не проиграет точную игру. И РНЖ будут стабильно, ребят, держать марку, побеждая все команды. И соответственно если Драгон Икс... Хотя, блин, Драгон Иксом надо два раза проиграть. Им нужно два раза проиграть, чтобы их перегнали. Потому что по правилам, если я правильно помню... Надо, кстати, перепроверить. Если разница в... Если нет разницы одинакового количества очков, то учитывается очная встреча. А если очная встреча, то, соответственно, рояльцы-то ее проиграли и все. Значит, нужно, чтобы два коллектива выбили у команды Драгон Икс с очки. Надо будет сейчас посмотреть в правилах, что там написано. После этой игры глянем. Что тут у нас произошло? Песик цепляется за Виего. Вытаскивает его на убийство в этот момент. Ну, так, такой себе. 4-0, но я про то, что вообще никакой... Никакой даже... Ой, Джелли попытался, но красиво Джека перефлэшился. Зека не хочет умирать. Развлекается он на своем чемпионе. Переигровки были на чемпионатах мира? Ну, при равенстве очков, если бы вы разным командам, типа, проигрывали. Когда три команды одинаковые. Когда уже будет метаринг Аркадзикс? Ее никогда не было, кстати. Я тоже с этого всегда дивился. Трэш с Сеной встречались часто. Там Вай, Кейтлин тоже часто встречались друг с другом. Аша, Сиджуани и Лиссандра тоже часто встречались друг с другом. У них у всех есть свои интерактив моментики. Но Рингар с Казиксом были все же встречи, ребят. И была все же взята пассивка. И была взята она Рингаром. Рингар ее взял, шестой зуб. Но их так было мало. Именно мета никогда не была. Чтобы Рингар и Казикс в одной мете участвовали. Так получилось всегда, что Райты либо бафали Рингара. И Казиксом просто в этот момент невозможно играть. Либо бафали Казикса. И там Рингар в этот момент занерфленный в Холомину. А так в один год была что-то такая тема. А-ля как Рингар играл полубрузера. А Казикс играл в чистого ассасина. И это все было вот одновременно. И вроде как обоих устраивало эти билды. И тогда вот один раз мы дошли до включения. Не, мы кстати несколько раз доходили до включения этой системы. Потому что ее очень тяжело еще включить. Это вообще наверное самый редкий интеракшн в игре. Потому что все остальное гораздо проще сделать. Все остальные там. Либо просто убей, либо просто получай ассист на 16 уровне. Либо просто это сделай в игре. Тут корейцы уничтожают даже не имея Сайлоса рядом. Они уничтожают даже без Сайлоса. Сайлоса даже не было здесь. Джелли тоже умирает. Даблкил для Йона. Можно дальше бежать. Что и делает Девт. Песик цепляется за АДД. Тут пытается на шишки выпрыгнуть. У него это получается. Девт мог с флэша прыгнуть и убить. Но он дает замедление поговато. Ну давай. Ну песик смели. Ну поведите в атаку там. Вот как зэка надо играть. Слабоумие и отвага. Да. А у Казикса там такая история, ребят. Что надо, чтобы Казикс добрался до 16 уровня и вкачал 3 эволюции. Ну на 16 он может вкачать 3 эволюции. Но может и не качать. То есть он сам решает. А Рингар собрал уже 5 зубов в игре. И при этом тоже был 16 уровня. Помимо этого они должны быть оба с базы. Только что с базы. А не так, что я вкачал и я нахожусь на карте. И Рингар тоже получил зуб и все еще находится в битве. И вот это вот несколько раз, я помню, происходило там в 2016, в 2017 годах. Но только один раз на самом деле Рингар успел убить Казикса. И получить 6 зуб. И райты даже это показали. Там мышку навели. Все. Больше ни разу я этого не видел. Все остальные разы либо просто никто не добирался до 16 уровня из двух этих игроков. Либо если даже добирались, то просто не успевала прокнуть эта пассивка из-за того, что им нужно обоим вернуться на базу. Понимаете, какая там ситуация? Они должны оба быть типа закуплены из фулл хп. Если кто-то вернулся на базу, а второй не был на базе, ну я объясню. Один вернулся на базу, а у Казикса, например, 70% здоровья. Оно не включится. Но как только Казикс вернется на базу, идет проверка на Рингара. И если в этот момент Рингар потерял здоровье, оно тоже не включается. И ты ждешь, пока они одновременно оба сбэкаются на базу, как подготовка такая. И тогда это включается. Ну или если один просто бегает, не теряя здоровья. Мана-то, по-моему, не учитывается. Просто здоровье, видимо, учитывается. Бегает, ничего не теряет. Второй на базу сбэккался. Все это тоже засчитается. Ну, потому что ты вроде только что с базы. Попытка убить здесь Сэй неудачная. Он хорошо ультой своей откинул. Не хватило дамеджа. 4000 к 13 минуте. Не такое прям супер доминантное преимущество. Мне кажется, они вальяжно очень играют Драгон Икса. С большим запасом, скажем прямо. Мне нравятся сегодня комменты. Люди писали на комменты предыдущего игрового дня. Я прочитал про команду ФНК, где было написано, что фанатики играют с запасом. Что ты их ругаешь? Они просто на расслабоне играют с запасом. Когда надо, покажут свою силу. Но вот когда надо, не показали свою силу. Они сегодня... Вот кто показывает, когда надо силу. Драгон Эксы просто унижают бедных ребят из Иссельдура. Зэка там в одиночку гоняет их. А в том году были тайбреки между клоунайнами и японцами. Поскольку клоунайны победили японцев и прогляли юникорнцев. И у них было 3-1. Ну, мы посмотрим сейчас, что там в правилах будет написано. Ну, вроде здесь было правило. Очная встреча важна. Если я не ошибаюсь. Здесь не делали переигровку матча, если равенство очков. Зэка в соло делает килл. Первый раз, кстати, в этой игре умирает Сэя. До этого так и не удосужился он погибнуть. За Кингеном устраивается погоня. Он спокойненько убирает. Вместо зуба на шора появляется жерелье. Да-да-да-да. У Казикса появляется в пассивке голова Рингара. А у Рингара появляется голова Казикса. В пассивке. Раньше был предмет. Да, кстати, еще раньше было правило, что Рингар должен обязательно предмет свой купить. Который был, по сути, межаем для Рингара. Он был все равно выгодным. Выгодным межаем. Он был лучше, чем остальные предметы. Но потом райты решили это просто в пассивку закинуть. Что? А, то есть ты вот так решил умереть. Это нам не показали, но теперь мы это увидели. Понятно. Ладно, я, видимо, уже перематываю эту игру. Может, какой-нибудь тимфайт еще увидим. Потому что так тут смотреть нечего. Команда просто... Корейская давит. Развлекается как может. К сожалению, они там киллов много не могут заработать, потому что зажались. Ребята. Из Латинской Америки под своими вышками. В предыдущей игре они играли, когда на темаре, они более раскрепощенно играли. А сейчас... А сейчас нет. Ни одной Лиссандры еще не было, да, на чемпионате? Ну, потому что ЛБ еще не пикали. ЛБ еще не пикали. Ну, как бы там была пару раз ЛБ. Я по поводу того, что Лиссандра нам нужен максимальный винрейт. Кинген 0-0-0-0 мне нормально. Да-да-да. Не мешайте, пацаны. Я тут ПВЕ играю. О-о-о. Ульта. Поджели. Подкидывание. Песик тут помогает. Джели пытался потанковать. Не получилось. Кинген пришел. Это будет первый ассист Кингена. Он становится Солистара ультой. Потанковал. И все просто убежали. АДД не надо отдаваться. Он пытался сделать стак. Делает инициацию с флэша. Цепляется за песика. Кинген на развороте. А Муму поискакивает. Мисс Фортуна зарабатывает убийство. И еще одно убийство для Мисс Фортуны. И еще одно убийство для Мисс Фортуны. Инкаминг. АДД она убивает. Нет не убила. Она могла квадру сделать. Но все равно бы там убежал от нее Афели. Так что пенты не видать было. Дефту. На которую мы поставили. Кстати. Пенты Дефту мы поставили. Дефт. Где твои пенты против аутсайдеров? Такой он лунь. Но этот я думаю показатель уже не сработает ребят. То что я Дефту пенты поставил. Я рассчитывал что они. Ну я объясню почему я ставил еще раз. Напомню вам. Я рассчитывал что Дефт. С командой Драгонекс проиграет рояльцам. Из-за этого они будут играть. С четырьмя командами дальше агрессивно. Может быть сделают где-то пентакил. Может быть не сделают. Но потом у них будет еще бест оф пять. С командой из другой группы. Где вряд ли будет сильный тоже коллектив. И они там свой титул защитят. Но как раз там будет еще три матча. То есть у них будет семь матчей суммарно. Против аутсайдеров. Ну помимо Royal Never Give Up еще восьмой матч. И они сделают себе где-нибудь пенту обязательно для Дефта. Уж Дефта точно умеет делать пенты. А тут получается они победили рояльцев. И сейчас просто сидят. И да какая разница. Какая разница. Экономим силы. Не показываем наш основной драфт. Который мы будем играть на чемпионате. Они уже знают в какую группу попадут. Потому что корейцы тоже имеют только один слот свободный. Соответственно если они нигде здесь не ошибутся. Они точно попадают в ту группу где нет корейцев. А там 100 воров находится. Там находится команда Тес. Да если я не ошибаюсь. Тес. 100 воров. И G2. Не не G2. Подождите. А кто там из Европы? А ну Роги должны быть по логике из Европы. Там Роги. Тесы и 100 воров. Они туда попадают. Кого бы заменил в DragonX? Да никого бы я не менял. Мне интересно как тренер у них меняет игроков. В первый день играл песик. Во второй день играл Юхан. Сегодня опять играет песик. А мне прочитали правила. Говорят если две команды имеют равное количество очков. После группового этапа. Личный рекорд будет использоваться в качестве первого тайбрейка. Ну все. Личный рекорд ребят. Значит личный рекорд. Нужно чтобы DragonX 2 раза проиграли. Но так как они эту игру выиграли. Они уже никак 2 раза не проиграют. Они автоматически занимают первое место. В своей группе. Рояльцы судя по всему автоматически занимают второе место. В своей группе. Как мы уже и ожидали это. Ну и у них осталось еще один по матчу сыграть. Каждый из команд. Но этот матч ни на что влиять не будет. Какая у нас музыка заиграла. Мы с вами в таверну зашли в Скайриме. Да, Исуросы идут к 0.6. То есть к 0.5. Тут 0.6 не может быть. 0.5. Пытаются киллов нафармить. Но только получается что теряют жизни. Дефты убили. И киллы будет фармить Зека. Ладно. Ну пофармили сколько смогли. В предыдущей игре они 35 сделали. Киллов сейчас 23. Ну что ж, ребят. Вот такая у нас фигня получилась. Теперь я могу наконец-то это показать. Но им все еще первое не дали почему-то. Здесь все еще первое у них не висит. А почему не висит? Когда правила такие. Ну все вроде да. Так и расписано. Нигде нет дополнительных поправок. Может в овервью где-то это написано отдельно. Да непонятно. Обычно поправку бы написали. Ну если правила отличаются. Здесь никаких. А вот. Two ties are not automatically broken by head-to-head record. Is it the winner of the head-to-head against the Saint-Germain? Нет, ребят. Нет. Нет. Надо обязательно сыграть 1 на 1. Нет. Написано. Написано. Не автоматически используется рекорд 1 на 1. Но head-to-head это вот как раз таки очная встреча. Вместо этого победитель получит проход в отдельной встрече 1 на 1. А, тогда тайбрейк может быть еще. Если DragonX завтра в попу дадут, рояльцы выиграют свою партию. Ну или там Mad Lions выиграют свою партию. Дракон Экси. Тут еще будет. Да, да, да. Да. Будет тайбрейк тогда. Да, будет тайбрейк. Тогда и здесь еще тайбрейк может быть между Evil Genius'ами и фанатиками. Особенно после сегодняшней игры команды FNK. Ну а эти уже автоматически закончили свои чемпионаты. Эти потрясающие три команды, с которых мы будем делать супер коллектив. Будем супер сборную делать. Я уже готовлюсь. Ну а так ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Сейчас буду записывать в прямом эфире как раз ролик на обзор третьего игрового дня чемпионата мира.